Акция протеста экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачин против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается. В Килибайджаре сданы в эксплуатацию новые военные объекты. Замминистра обороны генерал-лейтенант Низам Усманов осмотрел новую военную инфраструктуру. В Москве состоялась встреча глав Минобороны и разведслужбы Турции, России и Сирии. Повестка встречи, сирийский кризис, проблема беженцев и совместная борьба с действующими на территории Сирии террористическими организациями. Израиль улучшил свою готовность к нападению на Иран. Об этом заявил уходящий в отставку министр обороны Бенни Ганс, сославшись на подготовку военных к нанесению ударов по ядерным объектам. Азербайджан Замместитель министра обороны и начальник главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Усманов осмотрел новую военную инфраструктуру в Килибайджарском районе. Штабные, административные и служебные помещения в пункте размещения, обеспеченные централизованной системой отопления, необходимой мебелью и оборудованием, введены световые и водопроводные линии и коммуникации. Затем Низаме Усманов и командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев посетили введенные в эксплуатацию объединенные склады на территории Килибайджарского района. Было доложено, что посредством объединенных складов будет осуществляться бесперебойное обеспечение и снабжение всех подразделений азербайджанской армии, ислоцированных на территории Килибайджарского и Лачинского районов. До сведения с соответствующих лиц были также доведены поручения министра обороны по дальнейшему улучшению материально-технического обеспечения и социально-бытовых условий военнослужащих. После принятия двух антиазербайджанских резолюций Франция вновь совершает дипломатическую провокацию против Азербайджана. Группа депутатов и политиков этой страны направила обращение к президенту Эммануэлю Макрону. Они потребовали от французского лидера обеспечения безопасности Армении и исключения Карабаха из состава Азербайджана. Открытое письмо с обращением было опубликовано в газете «Лемонт». Тему продолжим с нашим гостем, с профессором Западно-Каспийского университета Фикретом Садыховым. Фикрет Майлим, здравствуйте. Добрый день. От Франции можно было многого ожидать. Но вот исключение Карабаха из состава Азербайджана, когда весь мир признает территориальную целостность, в том числе Франция и Армения, это уже что-то новое. То есть Париж открыто призывает к эскалации конфликта. По вашему мнению, во-первых, почему нет должной реакции от правительства Франции? А во-вторых, чего добиваются авторы этого письма? В свое время, когда была принята резолюция Французского национального собрания, президент Франции заявил, что это законодательный орган, все решает исполнительная власть. И это еще не значит, что исполнительная власть поддерживает резолюцию законодательного органа. Но это была игра, это был так называемый такой мыльный пузырь, который был рассчитан, видимо, на общественность, скорее всего, армянскую, которая проживает во Франции, и, естественно, на саму Армению. Собственно говоря, для нас нового ничего нет. Принятие резолюции сегодня – это письмо главпредставителей политических сил партии. Вроде умные, грамотные люди. Я не сомневаюсь, что многие из них заканчивали Сарбону, другие престижные вузы, и имеют определенный опыт в политической деятельности. Но вот эта исламофобская заряженность, тюркофобия, азербайджанофобия настолько сильна в них, что практически не дает им покоя. Они используют любую возможность для того, чтобы продемонстрировать вот эту ненависть ко всему исламскому, ко всему тюркскому. Сегодня Азербайджан на прицеле, до этого постоянно на прицеле была Турция. Кстати, Франция сама та самая страна, которая постоянно тормозит и тормозила вступление Турции в Европейский Союз. Это известные очевидные факты. Мы столкнулись с очень серьезным противником в лице Франции. И, конечно же, письмо этих политиков, она пустышка. Это бумажка, которая абсолютно ничего собой не представляет, но это, конечно же, производит очень неприятное впечатление. Это злобная, враждебная акция по отношению к Азербайджану. Значит, нам, конечно же, надо на это очень четко реагировать и давать ответ, давать отлуп, как говорят в пропагандистских кругах, на все это объяснять. То есть Франция, французские политические деятели, которые на протяжении многих лет воевали с французским, с алжирским народом, уничтожили полтора миллиона алжирцев. У них нет ни морального, ни политического права писать вот такие бумажки, обращения, делать такие обращения. И требовать захвата суверенного государства во имя непонятно каких интересов. Если они так привязаны к армянской диаспоре, мы понимаем, но надо находить какой-то цивилизованный путь развития, развязок всей этой проблемы. А не вот такой прямолинейный и фактически варварский метод, который нацелен на буквально оккупацию суверенного независимого государства. Фикрет Мелев, ну вот как вы сказали, Франция сильно погрязла в этой антиазербайджанской пропаганде. Что даже попыталось атаковать Азербайджан через гуманитарный саммит франкофонии, который прошел в ноябре этого года? Да, конечно, она погрязла во всем этом достаточно глубоко. И даже когда президент Франции говорит о том, что у нас свой политический курс, свои политические ориентиры и законодательная власть, праве принимать какие-то резолюции и писать письма. Я не верю в то, что это несогласованная акция, потому что в этой акции участвуют и участвовали и представители той партии, которую представляет сам президент Макрон. Это во-первых. Во-вторых, ну чего они добиваются? Какую цель они поставили перед собой? Я пытаюсь нащупать вот эту стратегию. Мы в конечном итоге освободили значительную часть оккупированных территорий. Это признало все мировое сообщество и международные организации. Были резолюции, четыре резолюции Совбеза ООН, которые давали нам полное юридическое основание освободить эти территории. Мы 30 лет вели переговоры с той же Францией, которая была сопредседателем Минской группы. Теперь выясняется, что Франция, оказывается, это та страна, которая абсолютно не была заинтересована в мирном решении этой проблемы. И вообще решение проблемы в пользу Азербайджана. То есть наши территории должны были быть оккупированными, оставаться под пятой армянского солдата только ради того, чтобы в Париже облегченно вздохнули и спокойно отреагировали на происходящее здесь в регионе Южного Кавказа. Не может этого быть. Мы не можем идти на поводу у каких-то политических уродов, скажем так. Потому что только такие лица могут принимать такие обращения. Фикрет Майли, вы меня слышите? Да, 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 я вас слышу. У нас была какая-то пауза возникла. Только так мы можем прореагировать на это. Поэтому нам надо активно и масштабно отвечать на все эти письма, на все эти резолюции, обращения. И уже не им объяснять. Потому что им объяснять это бессмысленно. Я имею в виду авторам этого письма. А объяснять это широкой мировой общественности. Привлечь внимание этой общественности в политических кругах к этой проблеме. Показать все уродство вот такого шага со стороны ведущих политиков одной из ведущих европейских держав. Которые ведут себя просто крайне нецивилизованно. И позорят имя страны, которая, в принципе, имеет давнюю историю, хорошие традиции и культуру. Поэтому мы, несомненно, в этом аспекте должны усилить свои наступательные шаги. И мы уже это сделали. Наш МИД уже отреагировал на это. И достаточно четко и целенаправленно высказался. Я думаю, что нам и нашей общественности надо на это очень активно и целенаправленно реагировать. Фикрет Мелем, ну вот Франция своей однобокой позиции не только показала неспособность как-либо содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. То есть как-то содействовать установлению мира на Южном Кавказе. То есть, ну и в целом пошатнуло выстраиваемыми годами отношения с Азербайджаном. То есть это не в интересах для самой же Франции. А вот как можно интерпретировать такое поведение Парижа и почему Франция действует вразрез с интересами Европейского Союза? Ну, в любом случае, Франция всегда пыталась дистанцироваться от, допустим, своих партнеров, союзников какой-то особой позиции. Она это демонстрировала и в бытность президентами, я помню, Беголя, Ширака и Дестена. Это как бы их политическая традиция. Иметь какую-то самостоятельную позицию в каком-то вопросе, дистанцироваться даже от своих близких партнеров и союзников, от Соединенных Штатов Америки. Но это ее проблема. Мы не против и не вправе выступать против такой позиции. Но зачем занимать такую откровенно враждебную позицию по отношению к Азербайджану? То есть вот это еще раз доказывает тот факт, что, видимо, армянская диаспора проживающая. И не просто проживающая, но и активно действующая во многих слоях, так сказать, общественно-политической, экономической, финансовой сферы этой страны. Она, видимо, очень активно влияет на принятие подобных решений, на принятие вот таких умозаключений политических партий. Мы видим это уже не первый раз. И, к сожалению, это повторяющиеся акты, которые, несомненно, становятся преградой на пути улучшения наших двусторонних взаимоотношений. И делают Францию изгоем и практически страной, которая не имеет никаких прав на участие в процессах мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Конечно, своими действиями она только затягивает подписание мирного договора. Большое спасибо, Фихрет Мелем, за ваше мнение. Я напомню, что на прямую связь со студией выходил Фихет Садыхов, профессор Западно-Каспийского университета. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фарис Рзаев прибыл в Израиль с официальным визитом. Сообщается, что дипломат лично проконтролирует подготовку к открытию посольства Азербайджана в Тель-Авиве. В беседе израильскими СМИ замминистра отметил, что решение об открытии официального посольства в Израиле является показателем высокого уровня отношений между двумя странами и народом. В ходе визита запланировано посещение мест, где может быть построено посольство, а также встреча с представителями Министерства иностранных дел Израиля. Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле было принято в ноябре текущего года. Подробнее о программе визита к замглавы МИД Азербайджана в Израиль расскажет корреспондент Роза Абрамова. Роза, здравствуй. Какие у тебя новости к этому часу? Здравствуйте. Как вы уже отметили, на повестке дня это выбор места для строительства посольства Азербайджана в Израиле. Но кроме этого у Фариза Азербайджана есть очень насыщенная программа. Во-первых, он собирается встретиться с главами МИД, а также провести лекцию на тему, как в Азербайджане в течение многих лет благополучно выживаются мусульмане, христиане и евреи вместе. Также он встретится с главой отделения Министерства иностранных дел, которое занимается налаживанием связей с населением из стран, с которыми у Израиля нет официальных дипломатических отношений и развитием программ в области аграрного дела, педагогики и медицины. Он встретится с главой этого отделения, ее зовут Эйнат Шлей. Еще одной важной встречей станет встреча с Тамиром Пардо, это бывший глава разведки израильской, МОСАДА. По словам израильских журналистов, Тамира Пардо очень уважают шиитских стран. И это будет одна из важных встреч для обсуждения безопасности между двумя странами и в регионах. И послужит укреплению отношений между двумя странами? Да, как отметил Борис Рзаев, во время своего визита, после того, как откроется посольство Азербайджана в Израиле, откроются безграничные возможности для обеих стран. И только небо будет пределом. Ну вообще, вот какова реакция в Израиле на открытие посольства? По словам экспертов, очень многого ждут от этого визита, в том числе в связи с тем, что визит состоялся на следующий день после назначения израильского посла в Турции. Ожидается, что азербайджанские дипломаты помогут налаживанию связей с Турцией и, соответственно, с арабскими странами. Как уже говорил будущий премьер-министр Бениамин Нетаньяу, главной задачей для израильского правительства будет налаживание отношений с арабскими странами. После того, как продолжительное время не было никаких дипломатических отношений вообще или были какие-то конфликтные ситуации. И поэтому израильские эксперты надеются на то, что Азербайджан, как первое шиитское государство, которое наладило отношения с Израилем, также поможет в развитии отношений с другими арабскими странами, мусульманскими странами. Роза, большое спасибо. Я напомню, что на прямую связь со студией выходила Роза Абрамова, корреспондент из Израиля. Продолжаем наш выпуск. На дороге Ханкенди-Лачин продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Несмотря на морозную погоду, экоактивисты, не создавая помех движению в обеих направлениях, демонстрируют плакаты и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках. Участники выступают против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе и отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга. Наша съемочная группа отслеживает ход мирной акции и ей удалось пообщаться с некоторыми участниками. Вот что они говорят. «Мы принимаем участие в акции. Она продолжается уже 18 дней. У нас одна цель – защитить наши полезные ископаемые и положить конец экологическому террору. Мы продолжим акцию, пока наши требования не будут выполнены». «Наши главные призывы – это положить конец эксплуатации наших природных ресурсов и остановить экологический террор, который совершается на наших землях. Каждый участник ждет того, чтобы эти требования были услышаны. Мы продолжаем свой мирный протест уже 18-й день. Мы еще раз убедились в сплоченности и единстве нашего народа. Люди, находящиеся здесь, стали одной большой семьей, защищающей свое национальное достояние. «Пусть весь мир станет свидетелем нашей силы и единства. Мы не покинем эти места до тех пор, пока преступлением, совершенным в Карабахе, не будет положен конец. Мы ждем выполнения наших требований». Состоявшаяся в Москве встреча министров обороны Сирии и Турции Али Махмуда Аббаса и Хауси Акара прошла в позитивном ключе. Об этом говорится в распространенном накануне заявлении оборонного ведомства Арабской Республики. Ранее Минобороны России информировала о прошедших в российской столице переговоров глав оборонных ведомств России, Сирии и Турции, в ходе которых обсуждались пути разрешения сирийского кризиса, проблемы беженцев и совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии. Комментируя трехстороннюю встречу в Москве, министр национальной обороны Турции Хауси Акар заявил, что Анкара уважает территориальную целостность Сирии. Глава оборонного ведомства Турции отметил, что прошедшая в Москве встреча может принести серьезный вклад в стабильность в Сирии. Одним из самых важных вопросов, которые мы подняли на встрече, была борьба с терроризмом. Мы подчеркнули, что уважаем территориальную целостность и суверенные права всех наших соседей, особенно Сирии и Ирака, что нашей единственной целью является борьба с терроризмом, и других целей у нас нет. В ближайшие дни Турция и Сирия продолжат контакты по линии военных ведомств. Мы рассчитываем, что эти работы позволят внести серьезный вклад в обеспечение в регионе Сирии мира и стабильности. Израиль улучшил свою готовность к нападению на Иран. Об этом заявил уходящий в отставку министр обороны Бенни Ганс, сославшись на подготовку военных к нанесению ударов по ядерным объектам. По сообщению Bloomberg, выступая на церемонии вручения диплома в BBC, Ганс сказал, что однажды пилоты могут быть призваны принять участие в таком наступлении. Издание пишет, что Израиль отвергает утверждение Ирана о том, что ядерная программа преследует мирные цели, и заявил, что предпринят любые шаги, необходимые для предотвращения приобретения Ираном бомбы. Представители правительств Великобритании, Канады, Украины и Швеции выступили с заявлением, в котором призвали Иран начать арбитражное разбирательство по факту авиакатастрофы самолета международных авиалиний Украины в небе над Тегераном в январе 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба канадского МИД. В документе отмечается, что стороны предприняли конкретные действия, чтобы усилия по привлечению Ирана к ответственности за сбитый самолет могли привести к урегулированию спора. В частности, страны потребовали, чтобы Иран вынес на обязательный арбитраж дело в соответствии с положением статьи 14 Международной конвенции ООН о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации. Согласно этим положениям, любой спор между двумя или более членами Международной организации гражданской авиации, который не может быть урегулирован путем переговоров, должен быть передан на арбитраж. Если в течение шести месяцев стороны не придут к соглашению, то спор может быть передан в Международный суд. На юго-востоке Турции задержаны пять человек, готовивших теракт на территории страны. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Цойлу на пресс-конференции, посвященной расследованию терроризма в Стамбуле. Он отметил, что заказ террористы получили из Ирана. В ходе обысков на рабочих местах и в домах задержанных были обнаружены пистолеты, гранаты, патроны, рация и большое количество другого оружия. На данный момент по этому делу продолжается расследование в антитеррористическом отделе управления полицией города Ван. Ранее 13 ноября прогремел взрыв на пешеходной улице Истекляль в центре Стамбула. В результате шесть человек погибли, более 80 получили ранения. Анкара настаивает на том, что сторонники ПАНАТО должны вести себя соответствующим образом и не потакать террористам. Власти Турции неоднократно осуждали про террористические акции протеста в Париже, Берлине, Лондоне, показавшие истинное лицо запрещенной Анкарой рабочей партии Курдистана. При этом в Турции считают, что Запад закрывает глаза на деятельность РПК в Сирии, которая за 40 лет убила тысячи турок, курдов и сотрудников сил безопасности. Президент Реджептей Пардуган призвал страны Запада, которые прямо или коственно поддерживают курдов, прекратить это делать. Прокомментирует позицию Анкары корреспондент из Турции Турала Сади. В последние дни в Турции она очень много обсуждается, имея в виду, безусловно, антитурецкие и протеррористические акции протестов сторонников ПКК и ЕПГ в европейских столицах. В первую очередь, наверное, это Париж и Лондон. Как мы и наблюдали из сообщений, сведений как турецких местных СМИ, так и зарубежных, именно вот в этих городах беспорядки носят уже масштабный характер, и полиция пытается бороться с ними. И здесь вот в первую очередь Анкара, безусловно, выражает свою обеспокоенность на этот счет. И недавно, вот буквально несколько дней назад, поэтому и в МИД Турции был вызван посол Франции. В Турции до его сведений было доведено, что Турция не допустит того, чтобы данные акции протестов сторонников-террористов использовались в таких целях, чтобы нанести ущерб, некий ущерб имиджу Турции. То есть эти протесты не могут носить антитурецкий характер, тем более они проходят в странах и столицах, в столицах стран, которые являются партнерами Турции и, безусловно, союзниками по НАТО. То есть это, безусловно, недопустимо. Анкара об этом все время заявляет, и в этот раз тоже об этом послу Франции. Да, у его сведений было доведено об этом. И, безусловно, Турция ведет свои переговоры относительно, вот как мы и знаем, вступления Швеции и Финляндии в НАТО. И на этот счет именно Анкара настаивала и настаивает до сих пор на том, что партнеры по НАТО, сторонники по НАТО, они должны вести себя соответствующим образом и не потакать террористам, не выделять им финансовую помощь, какую-то материально-техническую помощь, как, например, это по заявлениям Анкары делают Франция, США, Германия и ряд других стран, которые обучают террористов на территории Сирии, на севере Сирии, и оснащают их различным вооружением, в частности, тяжелым также. И вот поэтому вопрос вступления, например, Швеции и Финляндии в НАТО до сих пор затягивается, продолжается, потому что Турция, Анкара официальная ждет от них конкретных шагов по предотвращению деятельности террористических организаций на территориях этих стран. Соединенные Штаты не позволяют Украине вести мирные переговоры с Россией. Об этом заявил глава Митроссии Сергей Лавров. По его словам, в отношении Москвы звучат беспочвенное обвинение о подрыве процесса мирных переговоров, при том, что от Украины нет никаких серьезных предложений. В Киеве, в свою очередь, заявляют, что готовы к прекращению войны, только на своих условиях, которые президент Владимир Зеленский озвучил на саммите G20 в Индонезии. Министр иностранных дел России заявил о том, что единственным препятствием на пути к переговорам между Москвой и Киевом являются США. По мнению Сергея Лаврова, именно Соединенные Штаты не позволяют странам прийти к единому знаменателю. Официальная Москва считает, что сегодня Россия противостоит Западу во главе США, которому удалось подчинить себе и Евросоюз. Однако Россия не собирается отступать от своих целей и продолжает укреплять группировку войск в Украине. Мы намерены обеспечить выполнение целей специальной военной операции. И, как подчеркнул президент, наш абсолютный приоритет – это четыре новых региона Российской Федерации, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие-долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут, обеспечение их прав. Сейчас говорят, что Запад и не пытался каким-то образом подталкивать Украину к боевым действиям против России, но удушение русского, русскоговорящего населения Украины, я считаю, это настоящая агрессия. Во время выступления в Раде Владимир Зеленский заявил, что война может закончиться лишь победой Украины, что подразумевает восстановление территориальной целостности страны, то есть возвращение в состав Украины четырёх незаконно аннексированных областей – Крыма и Донбасса. Мы обязаны поднять из руин все территории, которые были разрушены российской армией, и вернуть украинские, Крым и Донбасс, незаконно оккупированные в 2014 году, а также аннексированные в этом году Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Мы боремся за нашу Украину с 24 февраля и будем продолжать это делать до победного конца. Следующий год будет решающим на фронте. Я верю, что мы выстоим и восстановим территориальную целостность Украины. Также на саммите G20, состоявшемся в ноябре текущего года в Индонезии, президентом Зеленским была озвучена украинская формула мира, которая состоит из десяти пунктов, а именно радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации ситуации и фиксация окончания войны. Издание The Wall Street Journal сообщает, что данные предложения были высказаны Зеленским по рекомендациям США. А теперь к событиям в экономике. С ними нас ознакомит моя коллега Нигерра Ахманова. Приступим к выпуску с экономических событий, запланированных на 29 декабря. В четверг рынки ждут выходы данных по денежному агрегату М3 Еврозоны. Это оценка стоимости ликвидных денежных активов населения при повышении стимулирует ускорение инфляции и впоследствии может привести к повышению учетных ставок. В то же время рост агрегата М3 говорит о некотором укреплении курса евро. Также будут оглашены цифры кредитования нефинансовых организаций и частных лиц в еврозоне. Выйдут данные по потребительским кредитам Банка Англии. По России запланирована публикация статистики по Международным резервам Центрального банка РФ, а также индекс производственной активности. В Испании огласят объем розничных продаж, а в США выйдут данные по безработице, запасам природного газа, сырой нефти, объемам переработки и запасам нефтепродуктов. Кроме того, в американской Флориде с мыса Канаверал 29 декабря в очередной раз стартует ракета-носитель Falcon 9. С ее помощью компания SpaceX запустят на орбиту израильский спутник дистанционного зондирования Земли. Он дает изображение сверхвысокого разрешения. Итак, к темам Баку и Ташкент расширяет транспортное и инвестиционное сотрудничество, в частности, между сухими портами, действующими в Узбекистане и Бакинским портом. В том числе рассматривается возможность открытия складских помещений на базе Бакинского международного морского торгового порта в поселке Алят. Стороны обсуждают также и организацию первого заседания комиссии по международному автомобильному сообщению. Отмечал, что это поможет в разы увеличить объемы перевоза грузов, в том числе товаров первой необходимости, через территорию обеих стран. Узбекистан и Азербайджан совместно с Казахстаном объединились в альянс под названием «Тюркский автопром». По словам представителей узбекской компании-лидера УзАутомоторса, новое объединение поможет развитию автопрома на Евразийском континенте, а также объединит рынок с общим населением более 65 миллионов человек. Более подробную эту тему обсудим с господином Шайховым, он сейчас с нами на связи. Здравствуйте. Слышно ли меня? Вас слышно прекрасно. Здравствуйте. Итак, перейду сразу к вопросам. В рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Азербайджан уже обсуждалась возможность открытия Узбекистаном своих складских помещений на базе морского торгового порта в поселке Алят. И это говорит о том, что принимаются серьезные планы по организации движения грузов, тем более уже, как мы знаем, запущен маршрут Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия, Болгария и дальше в Европу. В чем выгода обеих наших стран и какие преимущества могут получить другие региональные игроки? Как и Азербайджан, так и Узбекистан активно развивают альтернативные евразийские транспортные коридоры. На сегодняшний день тот основной коридор, который использовался порядка 100 лет, является не основным более для большинства грузов, направляющихся в Европу. Узбекистан, экономика стран Центральной Азии значительно развивается и, соответственно, путь из Китая, единственный путь из Китая в Европу, это морской путь на сегодняшний день фактически для европейского потребителя. Узбекистан, соответственно, пытается развивать евразийские транспортные коридоры через себя. На сегодняшний день первые товары в прошлом месяце ушли, 90 контейнеров ушло в Болгарию. И, конечно, работа идет над узкими местами. То есть это, в первую очередь, порты. Узбекистан хочет гарантировать себе, работая с азербайджанским портом, хочет гарантировать себе то, что не будет заторов, которые мы видели на границе Китая и Казахстана во время пандемии, когда в Узбекистан 6-7 месяцев не могли попасть товары, которые были уже куплены. И, соответственно, в логистике сокращение срока, это значит сокращение времени на складские перегрузы и так далее. Поэтому Узбекистан хочет обеспечить себе, конечно, гарантии того, что у него будет место в портах Азербайджана, город грузки и перегрузки товаров, направляющихся в Европу. Я уже ранее отметила, что идут разговоры об организации заедания совместной комиссии по международному автомобильному транспорту для обсуждения вопросов взаимных перевозок грузов. И уже также Узбекистан, Азербайджан и Казахстан объединились в автомобильный альянс. Как это способствует росту товароборота и на какие рынки могут рассчитывать производители? На самом деле основной целью здесь является именно создание альянса в плане интеграции автопрома этих стран. То есть Узбекистан на сегодняшний день имеет очень большой опыт производства автомобилей. Он производит уже более 20 лет, даже более почти 25 лет. Он выкупил лицензии нескольких моделей General Motors, которые производятся на сегодняшний день глобально только в Узбекистане. И соответственно уже работая несколько лет с Азербайджаном и с Казахстаном, эти страны пытаются, наверное, перенять опыт и в том числе получить доступ к малоузловой сборке автомобилей, на которой лицензии имеет Узбекистан. Для Узбекистана это выгодно, потому что как Азербайджан, так и Казахстан являются очень крупными потенциальными рынками сбыта. И соответственно совместно производя автомобили уже в Казахстане или в Азербайджане, это открывает огромные новые рынки сбыта. Особенно если говорить о Азербайджане, это не только регион, это и Турция в первую очередь. И даже учитывая логистическую завязанность Азербайджана с югом, с севером, это может быть потенциально и Иран, и даже некоторые страны Европы. Обикбей, в прошлый раз, когда мы говорили, тогда уже был создан инвестиционный фонд Азербайджана-Узбекистана. Хотелось бы узнать, как вы думаете, как он способствует развитию других направлений между Азербайджаном и Узбекистаном и в целом по всему региону между странами? На самом деле этот проект находится еще на ранней стадии развития. То есть во время визита заместителя премьер-министра Узбекистана в Азербайджан на 24 числа, несколько дней назад, был подписан меморандум о углублении разработки этого проекта. То есть нам еще предстоит увидеть на самом деле результативность этого проекта. И, конечно, цель этого то, что объединить инвестиционные возможности, помочь азербайджанским компаниям более активно работать на узбекском рынке и узбекским компаниям выходить при помощи государства на азербайджанский рынок. Но механизм этот еще должен себя доказать. То есть он пока находится на очень ранней стадии своей разработки, с моей точки зрения. И в завершение о перспективе хотелось бы узнать. Сейчас вот ситуация очень сильно меняется. Если посмотреть на энергетическую карту, то видим, что уже обговариваются поставки казахстанской нефти в Германию. Если говорить о транспорте, то параллельно со средним коридором еще и развивается этот маршрут. Узбекистан, Туркместан, Азербайджан, Грузия, Болгария. Как вы думаете, как в целом меняется энергетическая и транспортная карта? Здесь в первую очередь, конечно, большим победителем уходит Азербайджан. Еще в начале марта, в середине апреля я участвовал на встречах здесь, в Брюсселе, в Европарламенте, где очень эмоционально обсуждались альтернативные потенциальные источники поставки. И, конечно, на сегодняшний день Европа делает большую ставку, на самом деле, именно на Азербайджан. Еще предстоит, конечно, узнать, сколько газа может предоставить Европе по ТАП-ТАНАП трубопроводам, которые все еще нужно расширять Азербайджан из Шах-Денис-2. Но в любом случае, на сегодняшний день есть понимание, что этот транспортный коридор, особенно в части газа, будет потенциально обсуждаться в плане расширения и к границам Туркменистана. Потому что основным все равно источником газа потенциального является Туркменистан. Но, конечно, там имеется и Каспий, и, соответственно, это очень долгосрочный проект. Но в краткосрочной перспективе Европа делает очень большую ставку на энергоресурсы из Азербайджана. Если мы говорим о поставках из Казахстана в Германию, то, опять же, там есть определенные риски. Мы говорим о том, что это все равно транзитный курс через Российскую Федерацию, что не всегда допустимо для европейского потребителя. И, соответственно, Каспий является таким большим камнем преткновения. Мы в ближайшие пять лет увидим, что будет с Шар-Денис-2. И, соответственно, мы увидим, что будет с потенциальным возрождением дискуссии по трудным транспортным коридорам через Каспий. Ну что ж, пока что мы наблюдаем участившиеся официальные визиты, взаимные официальные визиты представителей как Азербайджана, так и Узбекистана. И даже обговариваются подписания новых соглашений. Еще будем наблюдать за ситуацией дальше. Спасибо за то, что подключились. Напомню, на связи с нами был Обик Шайхов. Мы обсуждали развитие регионального сотрудничества Азербайджана и Узбекистана. Продолжаем выпуск. Казахстан поставит свои энергоресурсы на внешние рынки. Астана заверила Берлин в том, что он может рассчитывать на поставки нефти по трубопроводу «Дружба», заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек после встречи с министром экономики Казахстана. Заявление Хабеков в прямом эфире транслировал немецкий телеканал «Феникс». Рассматривается и маршрут через Азербайджан, отмечают эксперты. На данный период экспортные объемы нефти Казмонайгаз поставляются в адрес единого системного трейдера КМГ Трейдинг. Согласно приоритетам, он покрывает потребности НПЗ Казмонайгаз в Румынии. Остаток экспортных объемов реализуется в рамках долгосрочных договоров. В январе же 2023 года Астана планирует пробую на отправку партии нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Наша нефть уже в целом законтрактована, либо по каким-то определенным направлениям идет, и это для нее может быть не такой непривычный маршрут. Вероятнее всего, здесь речь не идет о каких-то дополнительных поставках, потому что у Казахстана добыча по итогам 2022 года снизится на 1,5 миллиона тонн, и дополнительных 5 миллионов, как говорится, в сообщениях этих объемов нет. То есть мы можем их куда-то переориентировать, но тоже не факт, что это возможно, потому что, во-первых, нужно согласование с российской стороной стран с нефтью по системе нефтепроводов, которые пролегают по территории России, во-первых. Во-вторых, у Казмана и Газа, который назывался, скажем так, исполнителем этого поручения, дополнительных 5 миллионов тонн нет. Они добывают где-то 23-24 миллиона тонн в год, 5 миллионов – это существенный объем от их добычи, и, естественно, он поставлен быть дополнительно не может. Тем не менее, по мнению аналитиков, поскольку ограничение цен осложняет российские экспортные поставки и делает их менее привлекательными для операторов, это может привести к дальнейшему увеличению поставок за рубеж казахстанской нефти через Азербайджан. Казахстан, как основной производитель нефти в Центральной Азии, получит выгоду от растущих цен на сырье. В этом контексте он будет более заинтересован транспортировать энергоресурсы по азербайджанским трубопроводам. Отметим, что сегодня решение президента Ильхама Алиева обновлен в состав комиссии, созданной для решения вопросов транспортировки казахстанской нефти по территории Азербайджана. Понятно, что если бы у нас за все эти годы Европа наконец-таки профинансировала и была бы более настойчива в строительстве вот таких нефтегазопроводов или системы транскаспийской, возможно, это все было бы гораздо быстрее и они бы сейчас сами этому радуются. Но они упустили вот это некоторое время, и я всегда об этом говорил, пока Европа, 27 европейских стран что-то обсуждали, Китай уже давно это в Казахстане и в странах Азербайджана профинансировал сам. Ну и плюс нужно понимать, что, к примеру, тот же самый БТД, который там через Азербайджан, ну, начинается с Азербайджана, да, Бакут Билисиджихан, или, например, крупные проекты в Казахстане, тот же там Тингиз Шевройл, Кашаган, Карачаганак, это западные компании, американские, европейские, которые строили, контролируют эти проекты. В целом, они должны договориться о вот этой схеме. Отметим, что товароборот между Азербайджаном и Казахстаном в январе-ноябре текущего года составил 549 миллионов 800 тысяч долларов. Государственный таможенный комитет Азербайджана отмечает, что товароборот между Баку и Астаной за данный период составил более 10% от общего товароборота Азербайджана со всеми странами СНГ. Стоимость азербайджанской легкой нефти сорт Азари Лайт накануне вновь прибавила в цене, и если в итальянском порту Угуста на условиях цена нефти выросла накануне на 40 центов почти до 88 долларов за баррель, то в турецком порту Джейхан на условиях ФОПУ стоимость Азари Лайт прибавила уже 55 центов, составив более 86 долларов за баррель. В то же время на мировых рынках также наблюдается уверенный рост котировок по результатам последних торгов. Эталонная североморская марка Brent прибавила четверть процента и продается дороже 81 доллара за баррель. Американская легкая нефть марки WTI подорожала примерно на 15%, и котировки вплотную приблизились к 80 долларам за баррель. Основаниями для активности нефтетрейдеров служат позитивные оценки перспектив спроса на углеводороды. Эти анализы, в свою очередь, связаны с грядущим ростом экономической активности в Китае, где с 8 января смягчаются карантинные коронавирусные ограничения, а также с сокращением запасов сырой нефти в США. Что же касается дальнейших прогнозов, то большинство экспертов сходятся во мнении, что в 2023 году средняя рыночная цена на нефть будет колебаться в пределах круглой цифры 100 долларов за баррель. Почти 111 миллионов монатов перечислены в бюджет за 11 месяцев государственной службой по делам имущества. Большая часть средств до 88 миллионов монатов – это выручка от приватизации госсобственности. Оставшиеся 23 миллиона монатов – арендные платежи. В Азербайджане начата подготовка государственной программы по улучшению качества атмосферного воздуха и изменению климата. По данным Минэкологии, документ ляжет в основу системных мер по борьбе с экономическими и климатическими проблемами. Турция шаг за шагом движется к цели войти в десятку крупнейших экономических держав мира. Об этом заявил накануне президент Реджепт Эрдухан. Он отметил, что важное значение в этом имеет кадровая политика. За последний год правительство Турции выделило более полутора миллиардов лир на исследования и проекты 174 университетов страны. В финском порту Инкоа пришвартован первый терминал для регодификации сжиженного природного газа, о чем сообщает местная газотранспортная компания «Газгрид Финланд». Терминал предназначен для снижения зависимости Финляндии от импорта газа и будет введен в эксплуатацию в начале 2023 года. Между государственными энергооператорами Молдовы и Румынии подписано соглашение о закупке Кошеневым электроэнергии в объемах 10 МВт часов ночью и 30 МВт часов днем. Соглашение вступает в силу с января 2023 года. Ждается, что это обеспечит 4% внутреннего спроса Молдовы. И в завершение. Для модернизации нефтеперерабатывающего завода в иракской провинции Басара Япония выделит кредит на 1,2 млрд долларов. По данным Министерства нефти Ирака, финансирование позволит реализовать проект, который включает строительство комплекса каталитического крыкинга для производства светлых нефтепродуктов. Ну что ж, к этому часу, Лидия, у меня на этом все. Большое спасибо, Нигяр. Я напомню, что Нигяр Рахманова рассказала о событиях в экономике. На этом наш выпуск завершен. С вами была Лидия Молодцова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин